Что делать в современной России в 17 лет, если бизнес могут отжать, а при политической активности посадить? И стоит ли вступать в ЛПР, если Навального посадили? Судьи похищают, и даже вы эмигрировали. Ну, мне не нравится называть то состояние, в котором я нахожусь, эмиграцией, хотя по факту, конечно, она сейчас этим и является. Стоит ли вступать в ЛПР? Да, стоит. Вы там найдете классных друзей, единомышленников, наладите какие-то социальные связи, которые вам пригодятся в будущем, и прекрасной России будущего. Когда она случится, вы будете нуждаться в этих связях, будете нуждаться в общении с людьми, на которых можно положиться, в которых вы уверены, что они разделяют ваши взгляды на развитие страны, а и на личные отношения. Это как бы круто. Поэтому, да, вступайте в ЛПР. ЛПР не была признана экстремистской организацией пока что, поэтому вступайте к нам, у нас круто. Я надеюсь, вы про ЛПР еще услышите. Про либертанство вы гарантированно услышите, да, благодаря в том числе моей работе. Но про ЛПР вы тоже обязательно услышите, когда мы сможем воспрянуть от того кошмара, который произошел с оппозицией в целом год назад. Что делается в Минроссии в 17 лет? Инвестируйте в себя, учите иностранные языки, реализуйте какие-то свои амбиции. Если говорить о бизнесе, да, в России могут отжать бизнес, если вы будете им заниматься в России, но есть пространство. Но в современных реалиях можно находиться в России, бизнесом заниматься где-то еще, держать бизнес в какой-нибудь безопасной юрисдикции, типа Панама, например, либо типа Сингапура, типа Дубая, Эстония, сколько таких стран. Да, выбирайте, и ваш бизнес будет находиться там. Но самое главное, в онлайне все будущее предпринимательства, оно, конечно, находится сегодня в интернете, и бизнес в IT отжать гораздо сложнее, просто потому что полагается очень сильно на ваше ноу-хау, на человеческий фактор, который, представляете, именно вы. Да, вот, собственно, Паша Дуров уехал из России, да, ВКонтакт у него отжали, ВКонтакт еще худо-бедно продолжает существовать, но он никому не интересен. Паша Дуров уехал с людьми, с которыми он наладил тесные связи и родил новый классный продукт, Телеграм, который уже не является российским, но занял ту нишу, которую до недавнего времени занимал ВКонтакте. Это круто. Поэтому в 17 лет самое главное, во что вы можете инвестировать, это в себя и в своих партнеров, в людей, с которыми вы будете работать. Делайте это, и Либертоянская партия России вам может в этом помочь, потому что в Либертоянской партии России собрались самые лучшие люди страны.